Забить одну единственную свою корову и провожать в последний путь своих близких, оставаясь при этом ни с чем, стало нормой для Кыргызстана. Негласные соревнования о том, у кого лучше и больше, стали постигать не только торжественные мероприятия, но и поминки. Сейчас, во время экономического кризиса, такая традиция продолжает жить. Слишком важно то, что подумают люди. Этот указ ждал кыргызский народ, потому что уже давно было необходимо положить конец этому бессмысленному соревнованию среди граждан, как состоятельных, так и бедных. Наши граждане стали влезать в долги и не думать о будущем. Вчера после выхода указа в социальных сетях кыргызстанцы сразу начали обсуждать это. Одни правильно воспринимают цели указа, другие нет. В этом указе не запрещается забивать скот вообще, а речь идет о прекращении расточительства. Он состоит из восьми пунктов, и чтобы донести все это населению, президент поручил соответствующим органам провести разъяснительные работы. Но теперь расточительность на семейных мероприятиях и даже на поминках будет караться по закону. Накануне глава государства подписал указ о мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов. Теперь гражданам республики необходимо проводить семейные и иные мероприятия в рамках своих возможностей и без расходования крупных денежных средств. В рамках указа полномочным представителям президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления поручено разработать и утвердить положение о порядке проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших, предусматривающие упорядочение традиций, торжеств и обрядов в городах, селах и других населенных пунктах, проводить среди населения широкую разъяснительную работу по данному вопросу, а также давать соответствующие рекомендации лицам, проводящим торжества и религиозные обряды. Отмечается, что особенно представители интеллигенции, государственные и муниципальные служащие должны быть примером для рядовых граждан не только при исполнении своих служебных обязанностей, но и в быту по соблюдению общепринятых морально-этических норм, уважительному отношению к обычаям и народным традициям. Ну, у нас как бы все сопровождается вот именно изобилием на столе, на достархоне, чтобы все ломилось, все было полное. А с другой стороны, может быть, в этом есть какое-то разумное начало. Не столько вот, что выразить вот свое вот именно вот так, а как-то немножко подойти к этому разумно. Есть семьи, которые голодают, да? Есть семьи, у которых одна корова, и почему он должен забить эту корову, чтобы не быть хуже других. И вот это вот тщеславие, самолюбие, когда играет, мне кажется, я такое не приветствую. Я думаю, что человек должен по возможности при жизни оказать этому человеку внимание. Целью указа, как отмечается на официальном сайте президента, является повышение социального и экономического уровня жизни граждан Кыргызской республики, а также предотвращение расточительства при проведении религиозных церемоний, обрядов и иных мероприятий, негативно влияющих на духовную атмосферу в обществе. Но что об этом думают сами кыргызстанцы? Нужно запретить, ведь люди это делают по большей части не из духовных побуждений, а из-за совести. Им кажется, что если этого не сделать, то люди плохо о них подумают. Знаю, если я умру, мои дети тоже начнут мучаться совестью и найдут деньги на то, чтобы забить скот. Но такой совести не нужно. Пока мы будем так жить, мы далеко не продвинемся. Введение, запреты – это, я считаю, необходимая мера в нынешних реалиях. Конечно, необходимо почитать нашу культуру и традиции, но ведь не такой ценой. В такое время лучше позаботиться о своем благополучии, не думая о том, что же скажут люди. Запретить забой скота на таких мероприятиях, конечно, правильно. Откровенно говоря, это ведь просто ненужное расточительство. А на свадьбах ей вовсе. Люди в долговую яму влезают. Правильно, нужно уже на таком уровне ввести контроль, чтобы люди перестали соревноваться друг с другом. Если коротко, это очень правильно. Людям сейчас и без того тяжело. Мировой кризис. Сейчас, к примеру, похороны от той не отличить. По два-три скота забивают. Поэтому я поддерживаю данный указ. Так, в рамках указа полномочным представителем президента в областях, местным госадминистрациям и органам МСУ поручено разработать и утвердить положение о порядке проведения подобных мероприятий. Проводить среди населения широкую разъяснительную работу по данному вопросу, а также давать соответствующие рекомендации лицам, проводящим торжества и религиозные обряды. По духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендуется издать соответствующие фетвы в целях недопущения и предотвращения расточительства при проведении религиозных церемоний и поминальных обрядов, посвященных памяти усопших.